Шанти-шанти-РФ, Оптимус 3. С одной стороны, это предок глейсера, в чем-то он раньше появился. С другой стороны, это отдельная годная палатка. Вот я сейчас, мне кажется, мальца перетянул изнутри, видите, дуга поехала. Но это конструктивная особенность, сейчас до этого доберемся. В целом, эта палатка охеренная. Значит, что мне тут нравится? Во-первых, я его всю растянул, не стал оттягивать эти боковые оттяжки, потому что, в принципе, здесь это не надо, и так все хорошо стоит. То есть, она стоит на четырех точках, две точки на тамбур, и вот это все боковое, это так. Можно даже по углам его не оттягивать, чисто тамбур оттянуть, или вообще его не оттягивать, успокоиться. Во-вторых, дуги с карманами по концам. Заправляешь, втыкаешь, и все зашибись. При этом, по умолчанию, так настроена длина оттяжки, ну, крепление оттяжки, да, тут можно подтянуть немножко. Нет, с той стороны можно подтянуть, здесь нельзя. Что одна дуга вставляется с большим трудом, потому что дуги-то идут друг на другом, обратите внимание, правильно? Здесь выточка, чтобы ветер продувал, и палатку не так шатало. Поэтому желательно все-таки их немножко расслабить перед первым натяжением. Кармашки, которые можно открыть, можно закрыть, пожалуйста, сверху закрываются вот таким, скажем так, зонтиком. Когда зонтик полностью натянут, можно оставить вентиляцию. Плашка для защиты от наползающего гнуса, но больше от резких порывов ветра, приподнимается, немножко она защищает. Крепление по верхней точке позволяет, собственно, продувать эту часть тента и отсюда все сдувать. Интересно, что все очень сильно натянуто, но палатка не имеет таких усилений, как Алексика. Поэтому сколько швы проживут, сложно сказать. У нашей подруги такая есть, пока жива, так что, видимо, проживет. Третья дуга. Это крутое решение. Не особо добавляет объема и веса, но добавляет зато, во-первых, классное натяжение поверху. Что бы мы с тамбуром не делали, вот это останется. И добавляет объем. Это круто. Молния четырехзамковая ходит... Нет, вру, молния двухзамковая, здесь четвертый замок не нужен, потому что она открывается вбок. В принципе, нормально. Тамбур достаточно крупный. Внутренняя палатка крепится на средних люверсах, где-то там 30-ки, наверное, 30-20-35, что в этом диапазоне не слишком большие. Я их полностью оттянул. Значит, в чем здесь был нюанс? А тут изнутри есть вот такая вот дополнительная оттяжка. Что она делает? Она добавляет жесткости. Вот я ее чуть-чуть перетянул. Почему? Пока я ее не натянул, я не мог закрепить внутреннюю палатку. Здесь сейчас все натянуто, просто трындец, как аж до зона. То есть мне пришлось вот так вот сделать, чтобы подвесить внутряк. А если сейчас я отпущу, то натяжение очень высокое. Поэтому лучше ее все-таки держать подтянутой. Палатка как бы горная, и она на это действительно претендует. Юбка опущена низко, корыто достаточно высокое. Тут два раза разница почти между высотой просвета от земли до края тента. И, соответственно, от края днища до верхней части корыта, да. То есть, несмотря на отсутствие юбки, здесь будет достаточно тепло. И вентиляция будет стабильная и, в принципе, приемлемая, как для такого типа палатки. Молния. Так, вот я сейчас убрал молнию. Хочу одну штуку попробовать. Наверное, тут все-таки можно будет небольшую щелку создать под козырьком. Тем более, по-моему, здесь встроенная сяточка. Да, вот, посмотрите, встроенная сяточка есть. В принципе, нам никто не мешает вот как-то вот так вот обратно открыться и выкинуть что-нибудь наружу, будя оно надо. Так, сейчас залезем вовнутрь. Единственное, ко мне этот вопрос, она трешка по, скажем так, советским туристическим стандартам, которые, например, моему размеру не очень соответствуют. Сейчас заглянем. Во мне 187, если оптимистично, на самом деле, наверное, побольше. Я улегся пятками в корыто, это уже неправильно. Могу вниз. Но ногами. Чего? Ты так положишься, ты микрофон прижимаешь. А, извини, пожалуйста, я вот так буду. Значит, все-таки спальник будет у меня шкрямбаться и поднища по голове, поэтому в сырых условиях желательно будет что-то подложить. По габаритам три человека, я думаю, что войдут нормально. Немножко тесненько, но тамбур достаточно большой, чтобы вещи на троих раскидать. Стенки достаточно резко уходят вверх, то есть тут клаустрофобии нет. Карманы раз, два, три. Угловых чистых карманов нету с одной стороны, но с другой стороны есть тут. Раз кармашек, и вот тут вот два кармашек треугольненькие. Сверху есть сеточка, можно ее снять, и выход для вентиляции. Здесь это можно подцепить, что-то выбрасывать на улицу, немножко созерцать звезды, я не знаю, по ночам. То есть выводы какой? Палатка натягивается немножко сильнее, чем может быть надо в некоторых местах, что скажется, наверное, на живучести с одной стороны. С другой стороны, эти оттяжки, они оттянутся, и больше проблем не будет. Ставится она достаточно быстро и, в принципе, беспроблемно, если чуть-чуть ослабить первоначальное натяжение для дуг, потому что столько много не надо. Оттягивать ее можно, а можно и не оттягивать. Юбка сделана правильно, тамбур сделан правильно, все открывается, закрывается. Оттяжка по входу для вентиляции реально очень сильно опциональна, можно просто чуть-чуть посильнее приоткрыть вход, и все будет хорошо. Вот эта палатка, несмотря на то, что она коротковата, несмотря на то, что дно здесь не такое ядреное, как у Алексик, ну, на многие как бы нет, мне, лично мне, нравится больше, чем глейсеры, хотя здесь нет второй вход. Поэтому ставлю ей четверку, будь я размером поменьше, я бы в ней с радостью зависал, но не мой габарит, и мне обязательно хочется двойной вход для сквозной вентиляции. При этом замечу, что подругу, у которой такая есть палатка, которая занимается эзотерическим менеджментом хрен знает чего, мотаясь по России, я не очень понимаю, чем именно, когда от нее муж ушел, или она от мужа ушла, он хорошую палатку забрал, а ей вот такую купил, и она на нее ругается. Но это, видимо, сравнивается с каким-то на тот момент сорокатысячным мормотом, который нынче стоит уже хреновую тучу денег и находится за пределами досягаемости. То есть, вывод, хорошая, годная, удобная палатка. Для жаркого лета, пожалуй, нет, не особо все-таки жарковато, хотя не смертельно, если головой ко входу спать. Для холодного лета, осени и даже зимних условий, потому что реально только тамбур нужно оттягивать, и то это можно, в общем-то, не делать, все будет хорошо. Она более и более чем годится. Цвет достаточно незаметный, изнутри не слишком темно, не слишком ярко, то есть, в целом, мне все нравится, можете ее смело брать, но чудес, пожалуйста, не ждите, чудеса нынче стоят ближе к 40 уже.